Здравствуйте! В эфире программа «Азбукопотребители» и я, ее ведущая Мария Бодрова, сегодня предлагаю поговорить о земле. У собственников возникает немало вопросов при оформлении прав на участок. Вот самый популярный из них – это стоит ли проводить межевание земли при оформлении документов. Разберемся по буквам. Понять, что к чему, «Азбукопотребитель» идет к кадастровому инженеру. Помогать разбираться в терминологии будет Лидия Павлюк. Для начала разъясним, что такое межевание. Это комплекс работ, в результате которых будут определены границы земельного участка и внесены сведения о нем в государственный кадастр недвижимости. Действующее законодательство отвечает, что нет, такой необходимости нет. Вы можете продать, подарить свой земельный участок, передать по наследству. Однако существуют такие ситуации, в которых проведение межевания – необходимость. Обязательное межевание земельных участков было отменено законом о государственном кадастре недвижимости. Он вступил в силу 1 марта 2008 года. Но на практике эта норма стала работать в полном объеме только с лета 2008. Сейчас законодательство разрешает оформлять землю подачной амнистией без межеваний, при условии, что хозяин участка знает его границы, зафиксированные на местности. К примеру, в качестве разметки может служить забор. В этом случае границами могут служить так называемые межевые стены или межевые камни. И все же эксперты советуют проводить эту процедуру в ряде случаев, например, при вступлении в права наследования. Возникает ситуация, когда дольщики не могут договориться между собой о порядке пользования земельным участком. В таком случае необходимо провести процедуру межевания и выделить доли в натуре. То есть определить каждому дольщику часть земельного участка, который будет пользоваться именно он. Тем более официально закрепленные границы помогают в спорных моментах. Межевание поможет и в том случае, если у вас внезапно проснулась тяга к земле. Вы вспомнили, что где-то в каком-то районе у вас была дача. Как долго вспоминали, приехали, казалось бы, на место, а там бурьян по грудь. То есть участок долгие годы был заброшен, и там же во времени потерялся забор. В этом случае свою выгоду могут извлечь соседи. Они выводят черники, очистят землю и даже поставят новый забор, только уже свой. Это очень актуально, когда идет борьба за каждый метр земли. Например, при высокой стоимости земельного участка, либо если границы вашего участка на местности не определены. То есть отсутствует забор, вы давно не пользовались своим земельным участком. Закрепить свои права и провести межевание можно в случае, если на земельном участке планируется дорогостоящее строение, а сама земля находится на дорогостоящей территории. Также с помощью межевания можно увеличить свои владения. Например, почленским книжкам дачнику принадлежит участок в 6 соток. Самой дачи лет в 30 и границам столько же, а при замере оказывается 7, а то и 8 соток. И дачник имеет право промежевать этот участок и внести изменения в документы, не затронув ничьих интересов. Межевание необходимо для внесения сведений о земельном участке в государственный кадастр недвижимости. При проведении процедуры межевания вносятся сведения о характерных точках границ вашего участка и его геодезических координатах. Существует большое заблуждение, что земельный участок, оформленный без межевания, нельзя ни продать, ни подарить, ни передать по наследству. Но знающие люди утверждают обратное. Все эти сделки можно проводить земельными участками, оформленными в собственность в упрощенной процедуре без межевания. Но если так получилось, что вам все-таки понадобилось провести эту процедуру, надо искать специалиста. Для этого можно перелопатить в простору интернета, но лучше всего поспрашивать через знакомых. Знаете, что у кадастровых инженеров даже есть свой специальный рейтинг. Для проведения процедуры межевания гражданину необходимо обратиться к любому кадастровому инженеру. Причем область, район, место работ не имеет значения. Кадастровый инженер может вести деятельность на территории всей Российской Федерации. То есть вы приносите пакет документов в компанию, где есть кадастровый инженер, либо он работает индивидуальным предпринимателем, либо в составе юридического лица. И дальше уже работаете со своим кадастровым инженером. Список документов подскажет кадастровый инженер. В каждом случае он индивидуальный. В среднем по Самаре стоимость работы межевания земельных участков начинается от 4 тысяч рублей и заканчивается потолком 8. Приготовьтесь к тому, что процесс это не быстро. На оформлении получение всех бумаг может уйти от 3 до 6 месяцев. Обращайтесь за помощью только к проверенным специалистам. Если у вас есть вопросы, но вы пока не дошли до компетентного человека, мы вам поможем его найти. Пишите нам и звоните, задавайте свои вопросы. До встречи в программе Азбука потребителя.